В Нинецкий округ продолжают пребывать граждане Украины, где разместятся 120 беженцев, а главное, в каких условиях, расскажет Алина Ваучейская. В окружной больнице не хватает более пяти десятков врачей. Как решить проблему кадров, рассказал главный врач окружной больницы Антон Карпунов. 20 миллионов. Такова стоимость водопровода, который жители поселка Искателей ждут со дня его основания. О насущных проблемах поселения расскажет Валентина Чибичек. Глава региона Игорь Кошин лично осмотрел жилые объекты для размещения украинских беженцев. Напомним, в июле премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление о распределении между субъектами России граждан Украины, прибывших в нашу страну в экстренном порядке. Так, Нинецкий округ должен принять на своей территории до конца этого года не менее 150 человек. Где, как и в каких условиях будут размещаться граждане Украины, расскажет Алина Ваучейская. По данным ФМС России по НАО, на территорию Нинецкого округа, скрываясь от гражданской войны, прибыли порядка 40 граждан Украины. Половина из них проживает у друзей, родственников и знакомых. Ну а те, кому некуда пойти, вынуждены селиться в пункты временного пребывания. Сейчас на Ринмаре работает один такой пункт в социальной гостинице комплексного центра соцобслуживания. Там проживают три украинские семьи. Глава региона оценил качество социальной гостиницы и пообщался с беженцами лично. Уже в сентябре количество беженцев в Нинецком округе увеличится в разы. В массовом порядке по линии МЧС в количестве 120 человек они будут доставлены в Наринмар. Для прибывших граждан Украины готовится несколько общежитий в городе Наринмар и поселке Искателей. Один из пунктов пребывания находится в гостиничном комплексе по адресу «Периулок Арктический». В нем планируется разместить около половины прибывших граждан Украины. Здание особого ремонта не требует. Сейчас ведутся работы по установке радиаторов и проведению света и газа. Газ здесь есть. Частный газ. Подключение дают нам. Подстанция здесь на 100. На всякий случай надо поменять на 250. Это в любом случае. В случае отключения газа и все прочее. Распоряжение клащников. Он приступает к ремонту и закупает материалы. Еще один из пунктов, который поселят беженцев, будет располагаться в административно-бытовом комплексе в районе улицы Авиаторов. Сейчас там ведутся ремонтные работы. Устанавливают системы отопления. «Административно-бытовой комплекс с помещениями для проживания. Сейчас выполняются работы по замене системы отопления, электромонтажной работы и готовятся к отделке. Планируется окончание работ на 15 сентября». Все помещения оборудуют необходимой мебелью и бытовой техникой. На эти цели из окружного бюджета выделено порядка 5 миллионов рублей. Пункты временного пребывания начнут свою работу в конце сентября текущего года. Алина Волучийская, Сергей Качегов, Телеканал Север. Ненецкий округ остро нуждается в медицинских кадрах. В первую очередь в медсестрах и врачах. Укомплектованность кадрами всего 71%. Из-за этого многим врачам приходится совмещать ставки. Например, одновременно работать и терапевтом, и неврологом. Для решения проблемы нужно увеличить привлекательность региона для медицинских кадров и других субъектов. Об этом нам подробно рассказал главный врач окружной больницы Антон Карпунов. Выучился, узнал, приехал. Врачу-биохимику Виктору Мартынову из Северодвинска после окончания университета. Долго искать работу не пришлось. Получив диплом, он обзвонил друзей. Те посоветовали устроиться в больницу Наринмара. Условия молодому специалисту показались привлекательными и перспективными. К тому же платят хорошо. У нас было длительное общение в течение двух месяцев с главным врачом, с начальником отдела кадров, с самой лабораторией. Какие требования предоставляются ко мне, что от меня будет требоваться, какой фронт работ. И, в принципе, меня все устроило, и я сюда приехал. Через год в Заполярную столицу Виктор привез свою семью. Теперь уезжать из Наринмара не планирует. Говорит, работа хорошая, да и природа местная полюбилась. Это чувство знакомо и Александру Берликову. Врач-невролог из деревни Антик к своим профессиональным обязанностям приступил всего несколько месяцев назад. Закончив мединститут в Петербурге, большим городом специалист не соблазнился. Александр предпочел работать в родном округе. О своем выборе теперь совсем не жалеет. В целом нормально, зарплата тоже неплохая. По сравнению с Россией, с Ивановской областью, с той же, если там знакомые ездят. В целом все нравится. Работа кипит по 20 человек, тут по 30 и так далее. Дефицит кадров сейчас – это главная головная боль медицинского учреждения. И хотя ежегодно в регион, чтобы работать, приезжают около 10 новых врачей, список вакантных должностей меньше не становится. Впрочем, проблема с медицинскими кадрами сейчас существует по всей стране. В конце прошлого года в России недосчитали 155 тысяч врачей. Их просто нет на рынке труда, уверяет Антон Карпунов. Поэтому за каждым специалистом идет настоящая охота. Выигрывает тот, кто предоставляет для работника более комфортные условия. В любом случае специалист будет выбирать там, где ему лучше будет работать, лучше будет жить, комфортнее он будет существовать. Для полноценного, молодого, грамотного специалиста немаловажный факт – это условия, в которых он работает. На каком оборудовании, в каком коллективе, на каком расходном материале, какие для этого созданы бытовые условия, оргтехника и так далее, и так далее. Конечно, в некотором плане наша медицина вполне может потягаться даже со столичной. У нас самое современное оборудование. Лекарственных препаратов тоже хватает. Дело в другом – в служебном жилье. В Наринмаре его просто нет. Приезжие врачи живут в съемных квартирах. Мы внутри своего лечебного учреждения отслеживаем, сколько наших специалистов нуждается в жилье. Сейчас на очереди состоит 41 специалист, но с семьями. Есть еще один фактор, который негативно сказывается на привлекательности региона для медицинских работников из других субъектов страны. Как показывает практика, в большинстве случаев семьи создаются из своей среды. То есть врачи, 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 медсестра. Соответственно, если мы приглашаем такую семью, мы можем закрыть несколько своих проблем, но при этом было бы здорово, если бы у нас была возможность устроить этого ребенка в садик. Тогда бы оба специалисты могли выходить на работу. Большие надежды врачи Ненецкой окружной больницы возлагают и на местные кадры. Ребят, которые сейчас учатся в медицинских вузах, здесь очень ждут на работу. И тех, кто после получения диплома готов вернуться в Наринмар, немало. Один из них – студент Северного государственного университета Александр Кочетов. Сейчас он уже на пятом курсе, четыре лета подряд практику проходит здесь. Говорит, привыкает к будущей работе, проходя все этапы. Сначала была санитарская, то есть самая грязная работа. Потом была у меня сестринская, то есть уколы, внутривенные вливания, раздача лекарств. Не хватает в больнице иметь сестер в регионе. Таких специалистов готовит только социально-гуманитарный колледж. Пупасники хоть и трудоустраиваются, но этого количества все равно недостаточно. Спасает, опять же, совмещение ставок. Молодым специалистам приходится выполнять работу за двух, а то и трех человек. В связи с этим главный врач окружной больницы Антон Карпунов сейчас готовит доклад для губернатора региона на тему девицита кадров, а также конкретные предложения по решению проблемы. Олег Хатанзельский, Сергей Качегов, Телеканал Север. Жители региона продолжают обсуждать концепцию развития округа до 2025 года. На этот раз свои предложения высказали работники администрации поселка Искателей. Их пожелания главным образом касались строительства и инфраструктуры поселения. О водопроводе жители Искателей мечтают уже со дня основания поселка. И это не преувеличение. Казалось бы, рабочий поселок находится вблизи города, а питьевой водой не обеспечен. Дважды в день к домам подъезжает специальная машина и раздает людям питьевую воду. Администрация поселка поставила эту проблему в списке предложений концепции 2025 на первое место. Сюда же включили оснащение всех домов горячей водой. То есть мы должны включить программу, сделать разводку горячей воды по домам. Дома у нас разные, ездят, можно быстро провести, где-то усложненно, по старой схеме сделано, подключено, поэтому придется делать разводку усложненно. Жить в благоустроенных домах тоже входит в планы жителей поселка Искателей. Сегодня в очереди на новое жилье стоит более 400 человек, в том числе по переселению из ветхого и аварийного жилья. 60 многоквартирных деревянных домов, называемых в народе бараками, до 2025 года должны быть расселены. И все же в первую очередь это ветхое жилье, чтобы поселок Искателей, так же как и город, смотрелся не только внешне, но и чтобы каждый житель радовался, что он имеет настоящую теплую и уютную крышу над головой. Чтобы в построенных кварталах не ездить по бездорожью, строительство дорог тоже значится в списке. В ближайшем будущем они появятся в коттеджном поселке Виладж. К каждому предложению будет разработан проект и определена его стоимость. Например, дороги в Виладже обойдутся бюджету поселка в 114 миллионов рублей, обустройство набережной – 47 миллионов, 20 миллионов будет стоить водопровод. Как скоро поселок сможет воплотить свои планы в реальность, станет известно уже в сентябре. Валентина Чибичик, Александр Дуркин, Телеканал «Север». Сейчас прервемся и вот что вы увидите далее. Поездка с комфортом в столице региона для людей с ограниченными возможностями продолжает работать социальный транспорт. Как и кто вправе им воспользоваться, расскажем во второй части выпуска. Собака – лучший друг спасателей. В МЧС появился необычный помощник. Его главное оружие – собственный нос. С Грантом, а так зовут псам, познакомитесь очень скоро. ЛМ-Тур. Только проверенные туроператоры. Только надежные предложения. Многообразие различных туров и круизов. Доступные цены. Продажа авиабилетов за границу с оформлением шенгенских виз. Консультирование по оформлению заграничных паспортов. Связь с клиентами по телефону и по электронной почте. Для постоянных клиентов действуют скидки. ЛМ-Тур. Мы находимся в здании магазина «Универсал». Телефон 4-31-67. ЛМ-Тур – это большой ассортимент, честная цена и надежное партнерство. Внимание! Если у вас есть записи на видеопленке, которые вы желаете хранить в цифровом формате, воспользуйтесь услугами профессионалов телеканала «Север». Ваши видеозаписи будут переписаны на современном оборудовании, на DVD и другие носители. Также возможна запись видеоматериалов с карт памяти, фотоаппаратов и видеокамер. Телеканал «Север» сохранит ваши воспоминания в качественном формате. Обращайтесь по адресу Оленная, 10, телефон 2-17-17. Мы продолжаем выпуск. Конверт вскрыли, а там одна заявка. В честной борьбе Наринмарское АТП уже не первый год выигрывает в конкурсе на перевозку людей с ограниченными возможностями. Ведь автомобиль, специально оборудованный для таких нужд, всего один – на два муниципальных образования. А будник социального авто в нашем следующем сюжете. Хотя опознавательные знаки, желтая полоса и человек в инвалидной коляске говорят сами за себя, с виду социальный автомобиль может показаться обычным микроавтобусом. То, что отличает его от другого транспорта – подъемник. Незаменимый механизм при перевозке колясочников и людей, которым, к примеру, сложно подняться по ступенькам внутрь автомобиля. Спецавто для людей с ограниченными возможностями, как форма социальной поддержки – не новинка для населения. Автомобиль курсирует по городу и поселку Искатели уже более пяти лет. Из них два года управляет им Владимир Малыгин. Транспорт пользуется большой популярностью и пункты назначения различные. Кого в больницу, кого в аптеку. А если в бассейн или, к примеру, на природу, приходится совершать несколько рейсов, перевозить людей небольшими группами – по пять человек. А количество заявок с осени возрастет в разы, рассказывает водитель социального транспорта. Если будет возможность хотя бы с экспедиции, за полярный район, как говорится, они бы машину тоже взяли. Потому что там у меня есть факелы, есть люди, свискатели. Многое, конечно, время это занимает, разъезды. Вот так собрать, вывезти, привезти – очень много. Ну, может, и две машины бы не помешало. Несмотря на большую загруженность социального автомобиля, ни одна заявка не остается без реакции. Кстати, они принимаются в АТП не позднее, чем за день, и не ранее, чем за пять дней до предстоящей поездки. К слову, сегодня одна из них была успешно выполнена. Группу людей старшего поколения по заявке Всероссийского общества инвалидов социальный автомобиль доставил в бассейн спортивного клуба «Норд». Например, пользуются еще, кроме бассейна, многие, как говорится, болят, возят, по заявкам, возят. И в аптеку, в больницу, в газбанк, в соцзащиту. Ну, по всем таким вопросам всегда приезжают вовремя. Получить такого помощника может любой пожилой человек и инвалид на Ринмаре поселка Искателей. Ведь современная социальная услуга, такая простая, а главное нужная людям, совершенно бесплатна. Ирина Цепетова, Дмитрий Лукевич, Телеканал Север. В рядах спасателей пополнение. У сотрудников МЧС появился бесценный помощник. Сейчас ему чуть больше полугода, но он уже подает большие надежды. И, как уверяют спасатели, пес в случае необходимости будет готов прийти на помощь. С необычным сотрудником познакомилась наша съемочная группа. Бодро, красив собой и пока еще немного неуклюжий. И хотя ему всего 8 месяцев, назвать щенком его сложно. В спасательном отряде у немецкой овчарки будет своя специальность – находить людей, к примеру, заблудившихся в лесу. Вот этого четвероногого спасателя зовут Грант. Он же умеет выполнять все команды, например, Грант, лежать. Лежать. Сидеть. Грант, сидеть. Умница. Ну и спасатели возлагают на него большие надежды. Его главное оружие – собственный нос, уверяют спасатели. Грант уже освоил общий курс дрессировки. Теперь ему предстоит повысить свою же квалификацию, после чего четвероногий спасатель сможет проявить себя на боевом задании. Ну, кто-то заблудился, кто-то потерялся, кто-то замерз на улице зимой. Эта собака, все-таки обоняние у них лучше, чем у нас. Они могут найти так же, как в завалах, так и в савробах людей. И так же в лесной местности. Человек лежит где-то, мы не услышим и не увидим. Собака унюхает и найдет. В спасательном отряде для Гранта планируют приобрести тренировочный комплект – городок с различными препятствиями. В его необходимости никто не сомневается. Лишь благодаря упорным тренировкам и необходимому инвентарю собаку можно научить столь ответственной работе. Ну а пока пса тренируют в лесу на открытой местности. Полезно и эффективно. Алина Ваучейская, Владислав Носкин, телеканал «Север». Снова прервемся и вот, что вы увидите далее. Анну Каринину прочтут онлайн. Актеры театра и кино, журналисты, музыканты, потомки Толстого, художники и, возможно, вы можете стать участником международного проекта. Актеры театра, Владислав Носкин, телеканал «Север». Время работы комиссии с 10 до 18 часов. Адрес город Наринмар, улица Студенческая, дом 1, здание Ненецкого аграрно-экономического техникума. Ждем вас. Успешен тот, кто успевает. Мы продолжаем выпуск. Автомобиль пропал, но его не угнали. Уголовное дело завели по статье кража. Завладеть чужим транспортным средством воришка решил, не садясь за руль. На кадрах с камер видеонаблюдения видно. ВАЗ-2109 взяли на мягкую сцепку и буксируют в неизвестном направлении. Владелец пропажу обнаружил в 8 часов утра и сразу обратился в полицию. В этот же вечер машину обнаружили. Из автомобиля ничего не пропало. А разобрать его на запчасти злоумышленники не успели. Сотрудники полиции отмечают. Это первый случай кражи, а не угона автомобиля. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции установлено, что кражу совершил житель города Наринмара, 93-го года рождения, ранее судимый. Автомобиль был обнаружен возле одного из жилых домов по улице Мира в городе Наринмаре. В начале августа во всем мире стартовал конкурс «Каренина. Живое издание». К юбилею великого классика Льва Николаевича Толстого и его знаменитый роман прочтут во всем мире. Сделают это в режиме онлайн. Организаторами выступили «Гугл. Россия» и музей-усадьба «Ясная поляна». По их задумке, этот конкурс даст возможность еще раз напомнить о бессмертном произведении. Анна Каренина переведена почти на все языки мира и экранизирована более 30 раз. Конкурс пройдет в два этапа. В первом этапе участникам предлагается выбрать один из четырех отрывков и зачитать его на камеру. Авторы лучших работ будут участвовать в онлайн-марафоне. Он поднял голову, бессильно опустив руки на одеяло, необычайно прекрасные и тихо, и она бессмолвно смотрела на него и хотела, и не могла улыбнуться. Наринмарцы также могут принять участие в конкурсе. Вся информация о нем размещена на неофициальном блоге Ненецкого округа «Чумотека». Мы всем миром прочитаем известнейший роман Анны Каренина. Все это будет проходить в течение 30 часов, непрерывно. Подключатся разные города России и зарубежья, в том числе Париж, Нью-Йорк, Лондон. Редактор субтитров А.Семкин